Около 150 дагестанцев посетили первую смену Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». Встретиться с активной молодежью республики, поддержать их перед защитой проектов, на форум приехала глава Дагестана Владимир Васильев. Все подробности в сюжете Шамиля Махмудова. Более двух тысяч участников, сотни проектов и, конечно же, море новых впечатлений и эмоций. Здесь в Пятигорске стартовал 10-й юбилейный Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». Молодые и активные со всего Северного Кавказа. Здесь практически каждый хочет сделать чуточку лучше, если не весь мир, то хотя бы свой город или регион. Поэтому тут они не только, чтобы научиться чему-то новому и познакомиться со сверстниками из других регионов, но и защитить свой проект и получить госфинансирование на его реализацию. На эти цели в этом году выделено 85 миллионов рублей. Всего же за 10 лет истории форума молодые инноваторы в общем получили из федерального бюджета колоссальную сумму – около миллиарда рублей. На форум «Машук» я участвую в четвертый раз. Я выиграл грантовую поддержку на проект «Дерево жизни», который успешно реализовался в Республике Тагестан. В этом году я приехал с экологическим проектом «Зеленый Кавказ», в рамках которого планируется объединение уже шести подпроектов. Свой проект в этом году Абдулмажид Рамазантов уже презентовал в рамках форума федеральному министру природных ресурсов и экологию Дмитрию Кобылкину. Теперь дело за малым – защитить свое детище перед строгими экспертами. С проектом на «Машук» приехала и наша коллега, корреспондент телеканала «РГВК Тагестан» Ума Ибрагимова. Она хочет снять цикл документальных фильмов. Это ее первый опыт проектной деятельности, но она уже может дать несколько советов будущим участникам. Моя основная ошибка была в том, что я заранее, ну, в мир я не посмотрела проекты других ребят, прежде чем приехать, потому что это облегчило бы задачу намного. Я приехала и уже здесь столкнулась с кучей проблем. Это вплоть до оформления, там, сметы и так далее. И когда ты уже идешь к экспертам, и они полностью тебе советуют переписать проект, вот это самое сложное. Поддержать молодежь на форум приехали первые лица регионов Северного Кавказа, в том числе руководитель Дагестана Владимир Васильев. Момент для приезда глав выбран не случайно, Машук отмечал Денис КФО. Лидеры регионов осмотрели условия для проживания и образовательной программы молодежи. Кроме того, для гостей на территории форума развернули национальные подворья. Дагестан показал традиционные кубачинские и унцукульские изделия. Ну а колорит подворью добавляли национальные музыкальные инструменты. Здесь и сейчас формируется дагестанская элита. С этих слов начал свой диалог с молодежью Владимир Васильев. В свою очередь участники форума отметили. Приезд и поддержка такого высокого гостя смотивирует дагестанцев на защиту проектов. Некоторые из них главе республики презентовали на месте. Мы представляем коммерческий социальный проект «Фрэш-бар». Этот бар включается в образовательную площадку под названием «Фрэш-нетворкинг». «Фрэш» — это свежий нетворкинг-знакомство, свежие знакомства, которые будут включать в себя вклад в развитие молодежи, будут проводиться лекции опытных бизнесменов, ораторов и проводятся интеллектуальные игры. Вот сидит замминистра, сразу берите его на контакт, никуда не отпускайте. С Дадаевым встреча будет обязательно, организуем, посмотрим. Всего на встрече показали проекты в сфере туризма, экологии и образования. Глава республики взял на заметку каждую представленную идею, поручив руководителям профильных ведомств поддержать реализацию самых активных проектов. Кроме того, Владимир Васильев пожелал, чтобы этот форум стал для каждого участника отправной точкой к новым высотам. Вы – будущее элита нашей страны. Вы – надежда Северного Кавказа. У нас немало проблем, но у нас есть замечательные, талантливая молодежь, которую вы здесь и представляете. Хочется, чтобы время, проведенное здесь, пошло вам на пользу. И чтобы с этого, вот этого, Мушука, пошел отчет вашей, в хорошем смысле, карьеры и успехов. Чтобы вы состоялись в этой жизни. И чтобы те планы, которые вы строите, вы исполнили. Спасибо. Успехов вам. По традиции, день на Мушуке закончился концертной программой. В день СКФО она была посвящена Республикам Северного Кавказа. Шамиль Махмудов, Саид Кутиев. Время новостей.